С Верой в спорт Движение Кюкусинкай и Кумите Я думаю, что они впоследствии объяснят нам, что это такое И что все эти слова незнакомые значат Это Алена Новикова, тренер по карате Кировской школы Олимпийского резерва И Екатерина Логинова, призер первенства Европы 2018 Серебряный призер, о чем я выше упоминала И Семен Домнин, молодое дарование, обещающее, что вот уже скоро получит 10 дан и черный пояс Да, Семен? Да? Верно, говорит Семен Ничего, сейчас еще раз говоримся Здравствуйте, девушки, добрый день Здравствуйте Здравствуйте, Семен Здравствуйте Итак, давайте вначале поговорим о минувшем первенстве чемпионата Европы, который приходил в Ереване Алена и Екатерина там были Расскажите, пожалуйста, что это были за соревнования, насколько они важны для России и для Кировской области Ален? Недавно съездили на соревнования в Ереван, это Армения Достаточно серьезное соревнование, мы к ним очень долго готовились Для того, чтобы попасть на эти соревнования, нужно было выступить достаточно хорошо на первенстве и чемпионате России Туда могли попасть только первые и вторые места, то есть получаются чемпионы, призеры То есть ребята из Кировской области были первые и вторые места? Да На соревнованиях принимали 28 стран, принимали участие 28 стран, было всего 680 спортсменов И из России как раз приехали 240 участников Здорово Большая делегация была у нас Мы, наверное, заняли весь Ереван, были кругом одни спортсмены, ходили все в своей экипировке Но в России было видно сразу издалека Это очень сближает всех спортсменов Екатерина, ваши ощущения от соревнований, какой там дух царит наверняка? Это были ваши первые вообще вот такие международные соревнования? Нет, это были не первые, мы ездили в Болгарию на чемпионат мира Но Ереван мне очень понравился Была очень хорошая погода, мы погуляли И сам день соревнований очень Армения подготовила Показала какие-то показательные выступления И было очень много народу, очень понравилось Один день, да, соревнования продолжались? Нет, два дня Во второй день были финальные поединки Расскажите о вашем выступлении Как вы готовились? Там какая-то программа определенная должна быть, да? Насколько я понимаю Каждый день были тренировки Иногда не по одной Там, в Ереване? Нет, до Еревана еще готовились Сложно было выступать, если сравнивать с уровнем подготовки и ответственностью, которая на вас была возложена 204 спортсмена Вы, получается, заняли какое место на первенстве России? Ну, я заняла четвертое место, но я попала немножко не в своей категории Давайте я поясню Она чуть ли не 8 килограмм сбросила за месяц Вот она, мотивация Да, то есть такое было желание Она практически не пила, не ела Я не представляю, как она занималась Но было желание туда поехать, на эти соревнования Екатерина, это стоило того, такие жертвы? Я считаю, что да Мне помогал тренер сам Мне выписали диету, всю тренировки Поддержка вот эта И, мне кажется, это вот его стоило То есть диета должна быть какая-то невероятно щадящая Кате 15 лет Да, и в 15 лет вот такие достижения И такие результаты показывать Это, мне кажется, очень здорово А Катя призналась, что у нее сейчас коричневый пояс Да, Катя, что это значит? Коричневый пояс, это второй Q Это считается... Ну, осталось два пояса, это черного Да, вот нам Семен хотел рассказать Какие вообще пояса бывают? Сколько их, Семен? Ты говорил, 10? 20 20 поясов Ага, расскажи, пожалуйста, как их можно получить? Ну, первый пояс Там надо сдать на 10-й Q А чтобы сдать 10-й Q Надо очень много тренироваться И уже потом, когда у тебя будет много сил То надо уже переходить на сам 10-й Q И его учить постепенно Первый пояс — это белый? Да У тебя он скоро уже будет Да, молодое наше дарование Вернемся к тому, что, собственно, такое кёкусинкай Поясните, пожалуйста, Алена Что это такое? Что это за единоборство? Какова философия? В чем отличие от других единоборств? Кёкусинкай — это вид спорта у нас Есть несколько направлений Это выступление в като и в кумите Выступление в като — это определенное движение с вымышленным противником То есть упражнения идут друг за другом Спортсмен представляет, что он борется, побеждает И заканчивает като Ему выставляют оценки А кумите — это сам поединок Като — это стандартная программа Или она имеет возможность какие-то вариации Включать какие-то новые упражнения Или это именно как-то стандартность? Да, это стандартная программа У каждого возраста идет своя программа Но все-таки есть возможность придумывать свои като Когда спортсмен решает создавать на черный пояс третий дан Вот тогда они придумываются Это же такой элемент творчества сюда вносится Но каждое движение должно быть обоснованно И оно должно иметь свой смысл Что подразумевается по словам смысл? Упражнение не делается впустую Оно делается для защиты или для атаки Катя, вы делаете като? Я занимаюсь като Если мне надо сдать на пояс А в большей степени я занимаюсь кумите То есть като имеет смысл говорить о като Если речь идет о сдаче на пояс? Нет, есть такие соревнования по като В ближайшее время у нас будет проводиться Первенство и чемпионат России по като в Москве Это когда будет? Это будет 18 мая И наша команда поедет? Да, наша команда поедет У нас очень сильная школа Которая представляет Кировскую область Надеемся на первое место Конечно, надеемся, как же иначе Семен, а ты уже като делаешь? Като? Като? Нет еще? То есть у тебя сейчас все впереди Как раз будешь, наверное, готовиться к сдаче на первый пояс И там уже нужно, да, Алена, като выполнять? Да, там самая первая като Первая такиока делается Такиока? А теперь поясните, что это такое? Такиока, да, это самая первая начальная като Которую ребята выполняют с младшего возраста Для того, чтобы сдать на белый пояс Так, с кукусинка и като понятно Кумите, что такое? Поясните, пожалуйста, Катя Поясните вы Кумите, это сам поединок Когда ты спаррингуешься с спортсменами То есть там уже два спортсмена представлено? Да Это контактный бой уже Я занимаюсь больше этим То есть это больше нравится Это больше привлекает, да? Какой-то реальный противник Реальное противостояние Да, наверное В чем сложности, Катя, на ваш взгляд Като от кумите? У меня как-то начало получаться в кумите Может, с этого Да, не пошло като То есть кумите есть? Если заниматься и нарабатывать То тогда будет получаться и там, и там Ну, я больше в кумите То есть кукусинка и дает возможность выбора Либо идти по направлению като Либо идти по направлению кумите Либо сочетать в своей деятельности и то, и другое Правильно? Да, есть такие спортсмены-универсалы Которые выступают и в като, и в кумите Ну, возможно, наверное, сравнить со спринтерской и стайерской гонкой Либо на короткие дистанции, либо на длинной То есть каждый здесь выбирает для себя Но можно быть и универсалом в том числе Да, то есть хорошо показывать себя и в той, и в иной И в другой дисциплине Наверняка и като, и кумите развивают какие-то определенные навыки Способности Есть такая черта? То есть мы можем какие-то такие навыки выделить? Для того, чтобы выступать в кумите, спортсмен должен иметь очень жесткий характер Он должен преодолевать себя, идти через боль, через «я больше не могу» и идти дальше и выигрывать Силовое, конечно Като, оно идет последовательное движение и повторение одного и того же То есть такая немного рутинная работа Здесь тоже должен быть характер Такая усидчивость, работа постоянно над собой Достаточно тоже сложно Семен, а вот скажи, пожалуйста, что ты предпочтешь? Работа над дисциплиной, то есть рутинная отработка движений, ударов, блоков Или вот как раз то, о чем говорит Екатерина То есть работа в таком спарринге против реального партнера Чтобы вырабатывать силу воли, волю к победе Что ты выберешь? То есть ты будешь отрабатывать удары? Или ты будешь бороться с реальным соперником? Наверное, надо сперва отработать удары, а потом уже бороться с реальным соперником Потому что если ты будешь сразу бороться, то, можно сказать, у тебя будет меньше имущества То есть техника будет страдать, да, в этом случае? И сама техника боя Очень интересная мысль, и я полностью согласна с Семеном Что на самом деле нужно сначала отработать А потом уже это все применять на практике То есть техническую часть, техническую сторону вопроса Давайте вернемся к философии Кёкусинкай Наверняка там есть какие-то истории, которые говорят о создании Кёкусинкай Кёкусинкай и кем создавалась, когда он создавалась Вот расскажите, пожалуйста, Ален, об этом Ну карате развивалось не очень, конечно, долгое время У нас, получается, в 90-е годы только к нам пришло Россию Основатель карате Масутатсу Аяма Сейчас у нас президентом России является Танюшкин Александр Иванович И в мире есть обладатель самого высокого пояса Чёрный пояс 10-й дан Стив Арнейл Он сейчас проживает в Великобритании А если я правильно понимаю Карате, в частности Кусинкай Было сделано как раз для того, чтобы В какой-то спортивной рамке эту культуру ввести Правильно? Карате вообще имеет свой этикет Мы в первую очередь учим спортсменов Уважать друг друга, уважать тренера Иметь уважение к залу То есть это не просто какие-то уличные драки Где мы там взяли ударили спортсмена И всё на этом Нет, после поединка обязательно спортсмены друг друга благодарят Они говорят друг другу ось Пожимают руку и после этого уходят То есть у нас в первую очередь ставится уважение Семён, вы так уже делаете, да? Говорите ось друг другу Да И благодарите То есть такая культура у вас уже философская Я помню, когда занималась карате Это было очень-очень давно У нас как раз было то, что вы называете этикет Такую перечень правил, которые мы прям заучили наизусть Что я даже сейчас помню Совершенство человеческого естества Идти по пути справедливости И защищать справедливость Воспитывать себя дух, который любит упорство Уважать этикет Не допускать проявления агрессивности У вас сейчас это есть? Или вот это вот наше? У каждого спортсмена есть спортивный паспорт И как раз сзади написано клятва спортсмена С которой он каждый может ознакомиться И да, там есть такие слова Что действительно нужно уважать Чтить, так скажем, законы карате То есть то, что я сейчас этот отрывок привел Это на самом деле частичка большого такого текста Клятвы, который спортсмен по идее произносит И с ним соглашается Что такое паспорт спортсмена? Паспорт спортсмена? Да, впервые об этом слышу Ну это можно сказать как гражданский паспорт Ну чем-то похож Только он дает такой пропуск на соревнования Он подтверждает личность Там написана вся история соревнований Где спортсмен принимал участие На каких соревнованиях И допуск врача ставится То есть какие-то медицинские категории Очень интересный вопрос Мы затронули сейчас по поводу философии Вот, Кать, вас что привлекло в Кюкусинкай? Философия или техническая сторона вопроса? Или может быть красота? Потому что, ну чуть позже мы еще поговорим про экипировку С которой сталкивается каждый спортсмен Что вас привлекло в Кюкусинкай? Почему вы туда пришли? Я начала заниматься для себя Просто Для защиты какой-то Но потом Какие-то начали появляться результаты Получаться стало И меня Привлекло Вот это вот Кумите Мне очень нравилось выступать на соревнованиях Занимать какие-то места Команда Которой вместе занимаемся А первоначально можете вспомнить Откуда вы услышали О Кюкусинкай? У меня младший брат занимается Кюкусинкай И У меня мама мне предложила Может тоже пойдешь Попробовать Вот я попробовала Вот так вот затянула То есть изначально в цели какой-то самообороны Да Что девчонкам очень важно в принципе Семен А ты расскажи, пожалуйста Как ты решил посвятить себя Кюкусинкай? Тебя родители привели? Или ты сам решил? Я уже не помню Ну, ты нам как-то до эфира рассказывал Что это было твое мужское волевое решение Правда? Да, я Увидел Я всегда Видел, когда к маме приходил на работу И видел, как каратисты ходят Из зала В В кимоно Такие всегда красивые Серьезные Я попросил маму Запиши меня на Карате Мама, конечно, не могла устоять Вот, потому что карате дисциплинирует Что, наверное, в учебе хорошо помогает Да, Семен? Помогает тебе в учебе? Только что еще нет Пока нет, но я думаю, что посвятить может Потому что выдержка Что я обязательно Должен прочитать этот параграф до конца Да Взять волю в кулак И дочитать Так будет у тебя, да? Да, я все же дойду До До черного, ты хотела сказать Да, до черного А потом уже посмотрю Посмотришь на что? Что дальше делать, да? Да Куда себя применить Ну что, путь у каждого был разный О тренировках давайте поговорим В чем заключается подготовка к соревнованиям Или вообще, когда ребята только приходят Как Семен Три года уже занимается Да Пришли, получается, с пяти лет занимается Семен То есть с пяти лет уже можно Приводить детей в секции, да В группы И начинать занятия С чего Что первонаперво дается вот таким ребятам Которые вы только пришли Пока еще про Кокосинка ничего не знают Семен, да, конечно, расскажи Первая тренировка Их Это ознакомляют С каратэ И ведут В мягкий зал С матами И там Можно сказать Они делают растяжку Головой Ататующим И ногами Потом Потом они Что? Потом, наверное, показывают Какие-то Ну, простые приемы Удары, наверное, да? Как кулак сжимать элементарно Да, ты ведь тоже умеешь Учат всякие удары А вот уже Когда вот, можно сказать Когда уже второй год Начинают ходить То есть они уже Поумнее становятся То То уже какие-то связки Наверное, да, показывают Система ударов Система блокировок Правильно я говорю, Алена? Да, все верно Ну, и еще Это на тренировках Можно сказать Это Где Маленькие Как я Поменьше еще Это Занимаются С ними там Играют Чтобы тренировки Были в радость Конечно Чтобы они Очень сильно Вас не нагружали Потому что в школе Я понимаю, что Очень много занятий Чтобы тренировка Для вас была приятной Да, и полезной Правильно? Психологически Еще такой момент Алена, дополните? У нас, когда Ребята приходят Новички В первую очередь Мы даем Общую физическую подготовку Для нас стоит Главная задача Это сделать Из Обычного Человека Так скажем Физического Да, атлета Чтобы у него были Хорошие мышцы Хорошее телосложение И после этого Нам уже легче Будет из него Лепить спортсмена То есть Когда есть корпус Определенный Мышечный корсет В который Можно уже Какую-то идею Вкладывать Конечно Без силы Не сделать ни один удар Ни в ката Ни в кумите Как раз О чем Семен Говорил Да, это и растяжка В первую очередь Чтобы мышцы Раслили Да, еще кстати Это Я вот хожу Третий год Я вот перешел Это занимаюсь Уже на Десятый Кю Это Там Можно сказать Уже посложнее Я вот Когда Это Хожу Это Это На Тренировки Еще другие С Евгеньей Федоровной Там вот На тренировке Можно сказать Я Веселился То есть Тебе это уже просто Да, кажется У тебя уже Такой уровень Физической подготовки Что все Что ребята там делают Для тебя уже Очень легко Да, там Кто Это Манки Занимаются Вот Там Там правда Очень легко Очень Я сперва думала Что там Ох Как Сложно Блин Вот Когда я Ходил Первый Второй Год А потом Это Пошел Это Учиться На Десятый Кю И все Я сходил Это На Вот На тренировку Можно сказать На дополнительную Это К маленьким Все Было Легко Очень Все Ну Сразу Перестройка Сознания Когда Организм Понимает Что Я Уже Это Могу Я Уже Этого Достиг И Ставишь Перед Собой Новые Цели И Снова Достигаешь Все Цели Которые Сначала Кажутся Недостижимыми Нереальными А вот Благодаря Кюкосинкай Благодаря Тренировкам Благодаря Силе Воли Этого Достигаешь Еще Отмечу Не знаю Как Сейчас Это Проводится У нас При Подготовке Вот Когда Мы занимались Каратэ Еще Очень Важно Была Закалка То есть Мы бегали Босиком По снегу И Это Настолько Закаляло Организм Что Мне кажется Сейчас Все Кто Занимались У нас В одной Группе С нами Очень Редко Болеют К счастью Сейчас Система Закалки Приводится На тренировках Босиком По снегу Мы не бегаем С детьми Бегают У нас Взрослые Тренера Когда Уезжают На Зимнюю Школу Собирается Вся Федерация Вся Россия Приезжает И там Проводят Действительно Такие Тренировки Возвращаются К таким Традициям У нас Есть Бег Мы начинаем Где-то Уже С этого Времени Все равно Еще Немножко Прохладно На улице Да На улице Ребята Бегают По утрам Начинают Бегать Я тоже Думаю Что это В какой-то Степени Закаливание Конечно Это обязательно Это и Развитие Легких Средственно Сосудистой Системы Согласна Абсолютно И дополнительные Можно сказать Силы Дополнительные силы Конечно Дополнительные энергии Потому что Выброс эндорфинов Насколько я понимаю Физические нагрузки Да Ален Начали мы С ребят Которые Вот только Приходят Мы проговорили Что это Растяжка Это общая Физическая Подготовка С какого Момента Ребята Начинают Уже Показывать Какие-то Основные Техники Основные Удары На соревнованиях Разрешено По ката Выступать С 8 лет То есть К этому возрасту Мы ребят Уже подводим Чтобы они Выступали Показывали Результаты Официальные Соревнования По кумите Разрешены С 12 лет Так что Если ребенок Придет В 5 лет То ему Придется Терпеть До 12 лет Копить в себе Вот эти знания Все знания В 12 лет Просто идеально Выполнит ката Да Нет Не ката Кумите 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 Мы разрешаем Ребятам Заниматься Без кимоно Пусть они Определятся То ли Они направление Выбрали Но большинство Через полгода Начинают покупать Кимоно Потому что В нем Удобно Заниматься Оно Оно Не скового движения Достаточно Удобно Первое время Путаются С поясами Но это Поправимо Путаются Не могут Повязать Не могут Повязать Они развязываются Но они Быстро Учатся А вот мы Сказали Семен нам Рассказал Что первый Пояс Это белый А до Белого Пояса Чем Подвязываются Тоже Белыми Поясами Тоже Белый Пояс Но На нем Нет Кубика Когда Сдают Ребята На 10 Кю Пришивается На кончик Пояса Кубик Это Символизирует О том Что Уже Спортсмен Имеет 10 Кю Белый Пояс 10 Кю А потом Дальше На уменьшение 9 К 8 Уже После 10 Кю Идет Другие Цвета А какие Там Идут Большие Цвета Желтый Красный Наверное Нет Красного Пояса У нас Нет Это Другая Федерация Использует Красные Пояса У нас После Белого Пояса Идет Синий Пояс Но Для того Чтобы Получить Синий Пояс Это Восьмой Кю Нужно Сдать На Белый Пояс С С Полоской То есть Между Каждым Таким Вот Сменой Пояс Есть промежуточный Пояс Который Символизирует Что вы Уже Идете Дальше Пришиваться Полоска Вот у Катерины Коричневый Пояс Сейчас Сложно Было Добиваться Этого Результата Ну Если Готовится Хорошо Все Как раз Поэтапно Да Постепенно Какой Следующий У вас Катя Этап Следующий Это Золотая Полоска На Коричневом Поясе Да И Черный И уже Следующий Черный Для Золотой Полоски Когда Вы Планируете Его Получать И Как Это Будет Происходить Тоже Знаете Это Таинство Я Не думала Об этом Ален Как Это Будет Это Проводится Обычный Экзамен Экзамен Длится Долго Вот Если Сдавать На Высокие Такие Пояса Около Двух Часов Проводится Экзамен Это Без Перерыва Семен Сейчас Очень Удивился Нужно Показать Бот Технику Самого Первого Белого Пояса Нужно Знать Все До Своего Пояса И Сделать Это Без Ошибок Нужно Рассказать Название То есть Могут Спросить Название Ударов И Нужно Ответить Что Это За Удар И Нужно Знать Для Чего Он Применяется Что Что Будет Если Вы Примените Этот Удар А Сколько Ударов Есть Руками Руками Больше Всех Ударов Руками И ногами Примерно Одинаковое Количество Я думаю Что Их Просто Очень Много Очень Много Этих Ударов Руками Делается Два Даже Не Два Я Пока Это Делаю Руками Два Блока Потом Вот В голову Такой Удар Потом Посередине Уже Вот Получается И Вниз Потом Вот так Вот Идет Одной Рукой Да Одной Рукой Вот Сперва Вот так Держим Потом Опять В эту Точку Потом Уже Ниже И еще Раз Ниже Вот Семен Правильно Говорит Два Блока Сдаются На Десятый Кю И с каждым Поясом Изучаются Новые Удары И новые Блоки И постепенно Накапливается Накапливается Эта вот База Знаний И Возможность Применения Всех ударов Да И у них Спарринги Проводятся А также Спортсмена Должна Быть Очень Хорошая Физическая Подготовка Они Делают Отжимания Приседания Пресс И На старшие Пояса Сдаются Прыжки Через Пояс Через Пояс Пояс Натягивается Это Как Высоту Получается Просто С места Спортсмен Прыгает Через Пояс Вверх Он должен Перепрыгнуть Пояс Двумя Ногами Это Уже Сдаётся На Коричневые Пояса По Применению Кать Как Вы Считаете Где Все Полученные Знания Навыки Можно Применить Как Это Пригодится В Жизни В Жизни Это Для Самообороны А Также На Соревнованиях Можно Показать Все На Что Способен Какие-то Качества У вас Появились Которые Вам Пригодили В Жизнь Благодаря Кумите Да Я заметила Что Карате Вырабатывает Целеустремлённость Силу Воли Храбрость Какое-то Терпение Семён Я Как Понял Это Когда Сдают Сдают На Чёрный Пояс Самый Первый Там Надо Показать Все Удары Которые Идут С первого Пояса По Уже Десятый Так Ну да Я уже Говорила Для того Чтобы сдать На Пояса Нужно Показать Всю Технику Предыдущих Поясов А потом Уже Это Надо Показать Это Так Говорили То есть Какие-то Все системы Ты имеешь ввиду И на третий дан Для того Чтобы сдать На третий дан Нужно Придумать Своё Като И объяснить Смысл Вообще Этого Ката Что за движения Зачем Они делаются И с какой Целью Ну что Программа Подходит К концу Я благодарю Всех гостей Которые Сегодня у нас Были Талия Новикова Тренер по карате Вятской областной школы Олимпийского резерва Екатерина Логинова Серебряный призер Первенства Европы 2018 Молодой дарования Семён Домнин Ещё Уточню Напомню Предстоящим событием Нашим дорогим Слушателям Что 2 мая Состоит открытие Чемпионата Любительской Футбольной лиги Кировской области Это большой Спортивный праздник Ещё раз 2 мая 12.30 Стадиона Возрастное ограничение 6 плюс Можно приходить Всем Почти без исключения С родителями Конечно же Будет очень большая Спортивная Развлекательная Программа Праздник спорта Праздник футбола Всех приглашаем Вот А гостям нашему Большое спасибо За очень подробный Интересный рассказ О том Что такое Кусинкай И Ката И Кумите Всё мы сегодня Успели обсудить Семён Екатерина Вам Вам тоже Развитие Хороших Учеников Всем успехов Спасибо До свидания С верой В спорт Субтитры создавал DimaTorzok